Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самарской области сегодня заключительный день голосования. Активно ли отдавали свои голоса граждане? Звуки саксофона над Волгой, чем удивляли горожан на фестивале Самара Open Jazz. Космический старт на длинные дистанции, как прошел марафон на Кубок главы города. В Самарской области, как и по всей стране, сегодня проходит единый день голосования. Выбирают депутатов, представительных органов 35 муниципальных образований. В 22 часа в регионе закроются все избирательные участки. Всего их на территории области почти полторы тысячи. У жителей еще есть шанс отдать свой голос. По данным областного избиркома, явка на 18 часов составила 32%. Глава Самары Елена Лапушкина сделала свой выбор в числе первых. Ее поддержали общественники-артисты. За процессом наблюдали наши корреспонденты, которые работали на избирательных участках в разных районах города. Глава Самары Елена Лапушкина на выборах муниципальных депутатов проголосовала одну из первых. На двух избирательных участках в школе 69 соблюдают все требования Роспотребнадзора. Горожанам выдают специальный набор для голосования, в который входит одноразовая ручка, маска и перчатки. На входе измеряют температуру тела. За легитимностью процесса следят общественные наблюдатели. По словам главы города, будущее Самары во многом зависит от выбора ее жителей. Эти люди будут защищать не на словах, а на деле интересы города Самары не лозунгами, а своими делами. Те люди, которые будут действительно отстаивать интересы, понимать приоритеты развития города и тем самым развивая мощь и славу нашего города. Поэтому, дорогие друзья, призываю всех прийти проголосовать, сделать правильный выбор. И, конечно, в дальнейшем наша Самара с вами получит рабочую думу, рабочие советы депутатов. В числе первых пришел отдать свой голос на избирательном участке номер 2683 и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сегодня избирается местная власть, она самая близкая к народу, как говорил наш президент, чтобы она можно было дотянуться на ней рукой. Это важно всегда и хорошо лежать на диване, говорить, что кто-то придет, какой-то дядя что-то за тебя сделает. Вот ты сегодня можешь прийти, выбрать, и это будет твой голос. Это будет в твой голос-копилку, как ты хотел бы прожить очередные пять лет. Вот, на мой взгляд, это важно. Ну, на мой взгляд, вот для меня, уже с высоты, скажем, прожитых лет, мне важно, я всегда хожу на все выборы. Отдаю голос, вот потом есть кого спрашивать. Досрочное голосование выбрал председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. На самом день, выборов у общественника большие планы, не может пропустить насыщенную праздничную программу, которую подготовил город, а также провести время с родными. Вот того, сколько людей придет, фактически зависит уровень доверия к тем людям, которых изберут на должность депутатов районных советов. Поэтому я здесь. Вот это вот первичное звено, о котором сейчас идет речь, на мой взгляд, очень важно. Это люди, которые, ну, по велению души, хотят работать, заниматься такой общественной деятельностью, ну, на благо своего района, в первую очередь, и города. Свой выбор на участке 3028 в школе номер 20 сделал член общественной палаты Самарской области Виктор Полянский. Самая близкая к человеку власть – это местная власть, потому что именно она сталкивается со всеми проблемами наших жителей. И с этой точки зрения мы должны опираться на тех, кому доверяем. И для того, чтобы определить, кому мы доверяем, мы должны прийти и проголосовать. Другого, собственно, способа определить характер власти, качество этой власти и ответственности этой власти перед каждым голосующим нет. Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования, наблюдатели ожидают самый большой поток самарцев. Выполнить свой гражданский долг можно до 22.00. У жителей, которые по разным причинам не смогли прибыть на избирательные участки, была возможность проголосовать в своем дворе. По городу курсировали шесть автобусов с урнами для голосования и бюллетенями. Удобство такого адресного подхода оценила и наша съемочная группа. Передвижной УИК приехал в один из дворов на улице Крейсерной. Местные жители удобство такой идеи сразу оценили. На моем избирательном опыте это было впервые. Очень удобно, очень понравилось. Ходить далеко не нужно, в школу тоже очень далеко идти. Я считаю, что это очень удобно для людей, особенно пожилого возраста. В будущем нужно повторять этот опыт. Два стола, избирательная урна и обычный автобус превращаются в пункт для голосования. Здесь соблюдены все меры безопасности. Голосующим вручают антисептик, одноразовую маску и авторучку. Такие автобусы приезжают к жителям, чьи избирательные участки находятся далеко от дома. Чтобы людям было удобнее проголосовать, не ходить. У нас участок очень протяженный, и поэтому некоторым очень тяжело туда дойти. Кто-то с работы не успевает прийти. Мы стоим здесь с 14.30 до 20.00 будем стоять. Мобильные избирательные участки работали в разных районах города до итогового дня выборов. К примеру, в Советском районе курсировало шесть таких спецавтобусов. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. Самара в эти выходные отметила свой день рождения. Областной столице исполнилось 434 года. Губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина возложили цветы к памятнику Григорию Засекину. Именно этот воевода в 16 веке основал города-крепости на Волге, в том числе и Самару. Репортаж с Волжской набережной подготовил Анатолий Головко. Сегодня на Волжской набережной у памятника первому воеводе Самары Григорию Засекину собрались сотни местных жителей и первые лица региона. Здесь прошла торжественная церемония возложения цветов. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил всех горожан с праздником. Я хочу пожелать новых успехов и побед нашему великому городу. Я хочу пожелать всем нам бережного сохранения истории нашего города. И, конечно же, в этот год мы просто обязаны еще раз вспомнить великие годы Отечественной войны. Присоединилась к поздравлениям и глава Самары Елена Лапушкина. Поздравляю вас всех с днем рождения любимого города. Мы с вами живем и трудимся по-настоящему в удивительном городе. Городе с богатейшей историей. С очень динамичным настоящим. И убеждена, что со светлым будущим. Низкий поклон всем нашим ветеранам, которые заслужили славу нашему городу. И я убеждена, что мы и наши потомки будем достойны вас. Я хочу всем нам пожелать, конечно, развития, конечно, здоровья, конечно, процветания нашему городу и всем его жителям. Друзья, с праздником вас! С днем любимой Самары! Сегодня, в День города, известные художники презентуют свои муралы. Музеи будут работать бесплатно, а в историческом центре пройдут музыкальные концерты и яркие арт-перформансы. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. В честь Дня города на склоне Площади Славы стартовал международный фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время» ДСЦХ при поддержке Министерства культуры и администрации города. Среди приглашенных – выдающиеся артисты и музыканты. Все подробности далее. Они и едят мне, как люди, как звери. Глотают парную свинину сырьем. У них повадки совсем нелюсткие. Скажите, способен ли кто из людей пытать старика на веревке доска? Насиловать мать на глазах у детей? За кабаны жителей мирных живыми? За то, что обличьем с тобой не одно? Во время выступления народного артиста России Сергея Безрукова у многих зрителей наворачиваются слезы. А на трибунах амфитеатра на склоне площади Славы напряженную тишину сменяют громкие аплодисменты. Под аккомпанемент оркестра актер кино и театра читает стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Арсения Тарковского и Владимира Высоцкого. Сергей Безруков рассказывает, впервые ему выпала возможность читать стихи под музыку Шостаковича. Подборку советских авторов он составил сам. Исторически мне показалось очень верным прочитать именно Константина Симонова. И вообще подборка именно советских поэтов, которые все равно связаны с победой Великой Отечественной, потому что все-таки в этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы. Эту победу мы никому не отдадим. И мне показалось очень правильно, поскольку все-таки Самара связана с именем Шостаковича именно как раз в войну, в эвакуацию. Фестиваль «Шостакович. Самарское время. ДСЦХ» носит такое название не случайно. Самарцы отдают дань памяти Дмитрия Шостаковича, который в годы Великой Отечественной войны вместе с труппой Большого театра был эвакуирован в Куйбышев, где завершил работу над своей легендарной Седьмой симфонией. Композиция, вдохновлявшая советские народы на Великую Победу, впервые прозвучала именно здесь. Тут же Дмитрий Шостакович организовал Первый региональный союз композиторов. Аббревиатура «ДСЦХ» – музыкальный автограф Дмитрия Шостаковича, известный во всем мире. Многожанровый фестиваль искусств адресует не только к удивительному разнообразию творчества композитора, но и отражает широкую палитру искусства – оперы, драматического театра, симфонической, камерной и народной музыки. Фестиваль будет способствовать раскрытию личности Шостаковича, его многогранному гению, таланту. Он работал в разных жанрах, и театр драматический начинал, он как топер в кинотеатре. Он писал и джазовую музыку, он писал и балеты, и оперы, 15 симфоний. Ну, в общем, охватил все жанры. Поэтому мы решили сделать фестиваль многожанровым. И это не только музыка Шостаковича, это вообще взглядное искусство сегодня. Поздравить самарцев с Днем города и открытием фестиваля приехали глава Самары Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я поздравляю вас с открытием фестиваля. Я поздравляю вас с Днем города. Мы отмечаем в эти дни День города Самары. И этому событию, конечно же, мы посвятили очень много праздничных, торжественных и памятных мероприятий. Я очень надеюсь, что вы на них побывали. Но я очень надеюсь, что эти выходные дни, по-настоящему праздничные для нашего региона и для столицы региона, доставят вам истинное удовольствие. С праздником вас, с открытием фестиваля. Завершится фестиваль 25 сентября в день рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. Виктория Шарой, Елена Малютина, Константин Головин, События. Атмосфера праздника и хорошего настроения целых три дня царила на набережной Самары. В честь празднования Дня города у Волги развернулись творческие площадки, ярмарка сувениров и мастер-классы. Что понравилось жителям города-курорта, больше всего расскажем в следующем сюжете. Музыку карнавалов Рио-де-Жанейро на Самарской набережной исполняет концертный ансамбль «Самбара» на творческой площадке «Культурное сердце России». Этот проект был инициирован в 2019 году губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым. Теперь у артистов есть возможность выступать перед широкой публикой, а у зрителей знакомиться с новыми коллективами. Благодаря тому, что открытые и доступные площадки, мы можем получать яркий ответ от зрителя и реакцию на наши выступления, на наши старания, на то, чем мы занимаемся. И это здорово. Все очень классно, нам нравится. Круто то, что после будней, после универа, можно прийти и просто расслабиться. Здесь очень много всяких шатров, где мы… Не знаю, можно почитать книжки, можно попробовать какую-нибудь продукцию. Радовали жителей Самары в праздничный день на площадке бизнес-марафона. Здесь прошли мастер-классы от лучших региональных и федеральных спикеров. На маркете представили самарские сувениры, сладкие подарки, футболки и худи с изображением достопримечательностей и пейзажа в городу-курорте. Мы постарались всю нашу любовь в Самаре показать вот в этих авторских принтах именно про Самару. То есть там у нас и пляж, вот у меня вот маечка, вот, и наш самарский закат, и за Волгой, и космос, и дача со слонами. В общем-то, все, что мы так сильно любим в нашем городе, оно все вот есть на наших принтах. Действительно, сувенирная продукция и одежда, она уникальная по своей сути. И вот в одном месте мы постарались всех самарских дизайнеров собрать. То есть они могут и поучиться в одном месте, продемонстрировать себя, поторговать, чтобы получить небольшую прибыль, ну и в том числе и поучиться, как эту прибыль в дальнейшем извлекать. Для любителей литературы прошел межрегиональный книжный фестиваль «Время читать». Он собрал гостей и жителей Самары на увлекательной дискуссии с известными писателями и поэтами, которые представили свои лучшие новинки. Мэрил Чан Николаевич, Сидоров, События. Программа празднования Дня города в этот раз получилась обширной. Самарцы посетили 200 мероприятий. Основные площадки заработали в это воскресенье. А вот начался праздничный марафон еще в пятницу. Его открыл джазовый фестиваль. Услышала волнующие ритмы Мария Левина. Калейдоскоп из праздничных событий в Самаре открыл джазовый фестиваль. На сцену амфитеатра на площади Славы поднимались лучшие джаз-бенды страны. Московский коллектив, за барабанами которого сидит Игнат Кравцов, приезжает в Самару уже во второй раз. Я хочу отдельно отметить то, что в этом году сцена в два, а то и в три раза больше. И артистов больше. Фестиваль, он разрастается. И это очень хорошие новости. И мы надеемся, что так будет и дальше. На сцене таланты демонстрируют и самарские музыканты, которые ответственно готовились к традиционному для города фестивалю. Джаз теперь это еще и хорошая погода. Поэтому у нас вдвойне поднялось настроение. Мы смотрим, что сюда очень много стекается народу. Сейчас уже на сцене выступают наши самарские джазовые ребята. Выдают не по-детски, как говорится. Поэтому вот у нас настроение сейчас приподнятое. Все организационные вопросы закончились. Наконец-то мы сейчас наслаждаемся музыкой. Было тревожно, скажу честно. Преподаватели все готовились. Мы усиленно репетировали, готовили эту программу. Переживали. Это все-таки выйти на такой уровень, на один уровень с московскими музыкантами, с мэтрами джазовой сцены самарской. Конечно, было тревожно, но мы с этим справляемся. Специальным гостем этого года стал Игорь Бутман, который играл под аккомпанемент московского джазового оркестра. Маэстро высоко оценил уровень джазовой культуры в Самаре. Самара вообще очень, так сказать, город с огромными культурными традициями. И, в общем-то, в Третьем Советском Союзе при всей закрытости прошел фестиваль здесь. Да, и эта традиция живет, в общем-то, до сих пор. И много происходит джазовых концертов, джазовой жизни. И главное, публика. В Самарскую филармонию приезжаешь, ты получаешь удовольствие, во-первых, от самого зала, который звучит очень хорошо. Много выглядит. Один из лучших залов в стране, где можно играть. Джазовый вечер собрал аншлаг. Среди первых гостей Елена Лапушкина, глава города, наслаждалась несколькими часами качественной музыки вместе с самарцами, которые заявили, что вечер удался. Классика для молодежи, она часто скучная. А джаз, у нее есть какая-то изюминка. Это, как всегда, замечательно. И с погодой повезло. Это посвящение именно фестиваля 1966 года и по сегодняшний день. Это всегда здорово. С учетом прекрасной погоды, качественного звука, это для меня праздник, конечно. Под чарующие звуки джаза самарцы встретили закат и открыли праздничную программу, посвященную Дню города. Мария Левина, Константин Головин. События. А на аллее трудовой славы открылась выставка, посвященная вкладу 63-го региона в победу в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает в себя уникальные фотографии и документы из архивов самарских музеев и предприятий. На выставке побывала глава Самары Елена Лапушкина. Слово мэрии Елчан. Для выставки было изготовлено и смонтировано 28 стендов. На них размещены фотографии и архивные документы, которые подтверждают трудовой подвиг работников заводов и предприятий Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Некоторые материалы представили публики впервые. Ни в одном городе нет такой выставки, где была бы собрана информация о всех заводах, работающих в годы Великой Отечественной войны, независимо от того, продолжают они работу или они уже объединились с кем-то. В юбилейный год Великой Победы в Самаре присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Все заводы и производства города работали на нужды фронта, что и отражает представленная экспозиция. Ее сформировали по тематическим блокам. Каждый посвящен работе отдельного предприятия. Рядом с фотографиями легендарных штурмовиков Ил-2, изготовленных на авиационном заводе, не менее важные для фронта деревянные снегоступы в исполнении местных артелей. Это очень важно, потому что нам надо знать и помнить нашу историю. А если мы об этом не будем говорить, то это забудется со временем. На открытие выставки приехала глава города Елена Лапушкина. Она отметила важность проведенной работы. Мы к открытию этой выставки, конечно, готовились. Искали материалы, разговаривали с историками. Хочу всех поблагодарить, кто принимал участие в ее создании. Впечатления замечательные. Хочется ее продолжать на всю аллею трудовой славы. Хочется, чтобы все предприятия абсолютно вошли. Увидеть уникальную выставку, посвященную подвигу куйбышевцев, может любой желающий. Мэриэл Чан, Константин Головин. События. Космический и масштабный старт на длинные дистанции. На Волжской набережной прошел и марафон на Кубок главы города. В этом году в забеге приняли участие порядка двух тысяч атлетов. Награждать победителей приехала глава Самары Елена Лапушкина. А как прошел спортивный праздник, расскажем далее. 42 километра за несколько часов – достойный результат. Первой среди девушек к финишу пришла Ирина Малкова из Кургана. Ирина с детства занимается легкой атлетикой. Говорит, узнав про возможность поучаствовать в забеге, сразу решила приехать. Спортсменка не пропускает ни одного марафона. Способна пробежать дистанцию в 100 километров. В принципе, погода марафонская, беговая, трасса тоже нормальная. Но последняя горка на Новосадовой, конечно, убивала по ногам. Так было все прекрасно. Космический марафон прошел в Самаре в четвертый раз. Легкоатлеты преодолевали дистанции 3, 10, 21 и 42 километра. Для тех, кто показал на лучший результат, подготовили денежные призы и кубки. Вручать их призерам приехала глава города Елена Лапушкина. Не забыли организаторы и о мерах предосторожности. По согласованию с Роспотребнадзором, каждая дистанция пробегалась в разное время, чтобы не допускать скопления людей на старте. Атмосфера праздничная. Да, в количестве, конечно, мы немножко потеряли. В прошлом году было 3,5 тысяч человек. Но здесь мы установили специальный лимит, выше которого мы не смогли подняться. Поэтому я думаю, что благодаря администрации городского округа Самары, наших партнеров, спонсоров, мы продолжим это дело. И в следующем году будет еще больше. Ой, здорово. Эмоции переполняют. После карантина такое мероприятие классное. Всего в этом году пробежать по Самарской набережной приехали свыше двух тысяч любителей спорта со всей России. Без медали не остался ни один участник космического марафона. Мэри Илчан, Константин Головин, События. Новый Рубеж-2. Культурно-развлекательную площадку с таким названием открыли в микрорайоне Рубежный. В прошлом году там уже появилось футбольное поле и детская зона отдыха. Подробнее о благоустройстве расскажут наши корреспонденты. В день города в поселке Рубежный двойной праздник. Здесь отметили не только годовщину основания Самары, но и открытие детской площадки. Местные жители не нарадуются, ведь о такой зоне для отдыха мечтали давно. У нас настолько активные жители, что вот узнав о существовании губернаторского проекта «Содействие», было предложено поучаствовать. И люди, не обладая достаточной инфраструктурой, площадками, замахнулись, позволили себе замахнуться на такой глобальный проект. И он осуществился. Реализовать спортивный игровой проект жителям Рубежного помогли районы и городская власти. На это ушло два года. Сначала построили новое современное футбольное поле, турниковый городок и детскую площадку. Сейчас здесь появились прогулочные дорожки, концертная сцена, благоустроили зону отдыха и развлечений. Жители предлагают дальше. Мы идем дальше, я не знаю, в следующем году или попробуем, конечно. Мы хотим теперь беговые дорожки, а мы хотим скейт-парк. И жители на это согласны. Даже сами предлагают уже благоустраиваться. Поэтому я думаю, что это завершение, а это продолжение. На территории Куйбышевского района, где расположен поселок Рубежный, в этом году реализовано уже три проекта по программе содействия. 10% вкладывают жители, остальное, в данном случае порядка 6 миллионов рублей, выделил областной бюджет. Такие проекты, они стимулируют эту активность. Более того, вот эта вот ответственность, в том числе финансовое участие в таком проекте, оно, конечно, мы надеемся, приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться впоследствии к содержанию этой территории. Мы показываем всем людям, жителям, прежде всего, этой территории, что в частном секторе тоже возможно производить качественное благоустройство. В этом месяце на новой площадке пройдет День микрорайона, а затем здесь будут отмечать и другие праздники. К примеру, Новый год и Масленицу. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала «Самара ГИС» и в социальных сетях. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Новый год. Редактор субтитров А.Семкин